Русские пляски, казачьи песни на сцене чередовались с греческой народной музыкой и танцами. На сцене ансамбль Гелиос из поселка Витязева. Сегодня на территории города-курорта Анапа проживают более 5000 греков. Всего в Краснодарском крае порядка 35 тысяч. И в Краснодаре и в целом по краю будут проводиться мероприятия, а также в Анапе. Это не случайно, потому что в этом регионе проживает большое количество греков. Они принимают большое участие в жизни этого региона, сохраняя свое культурное наследие. Таким образом, они продолжают отношения на уровне культуры, на уровне политики двух стран. В эти же дни, четверть века назад, через эти самые двери Геленджикского дворца культуры проходили делегаты Первого съезда греков СССР. На нем присутствовали представители греческого правительства, правда, как частные лица. Очевидцы события отмечают, что именно тогда было принято решение об активном участии диаспоры в жизни страны. Это связь греческой диаспоры с Россией, с народом. Почему? Потому что эти узы исторические, которые тысячелетные узы, они живут, так сказать, процветают и существуют сегодня в жизни российского и греческой диаспоры. Поэтому это самое главное для нас. Андрей Папандополо – нынешний руководитель греческой диаспоры города Анапа. Он говорит, что организация нацелена на плодотворное сотрудничество с муниципалитетом, поддержку всего, что направлено на развитие села Витязева, где сегодня компактно проживают греки, и города-курорта в целом. По его словам, уже в мае-июне будет официально объявлено, что Анапа и греческий Лариса станут городами-побратимыми. Совет депутатов, так назовем, города Лариса, у них уже лежат документы о том, чтобы они проголосовали за наше побратимство. Документы на выходе. Это дает нам, во-первых, культурный обмен, во-вторых, поддержка духовных связей наших. И третье, за этим всегда тянется экономика. Мы же должны заниматься экономикой. Как рассказал Андрей Папандополо, налаживать экономические связи, а также привлекать инвестиции из Греции, сегодня мешает языковой барьер. В Диаспоре предлагают ввести в некоторых школах региона уроки греческого. Вот это нам даст возможность, что мы учились и обменивались и в туриндустрии, и в туристическом бизнесе. И в то же время прекрасно у Греции, как у сельхозприприятия. У них переработка прекрасная. Поэтому она бы нам здесь, в наших регионах не помешала. В целом же глава Диаспоры отметил, что год Греции в России активизировал сами Диаспоры и их взаимоотношения с консулами. В частности, уже есть договоренность об отправке 40 школьников на Кипр по образовательной программе. Генконсул Греции в Новороссийске интересовался ходом подготовки к культурно-спортивному фестивалю, который пройдет в Анапе в середине мая. В сентябре здесь же пройдет праздник урожая «Виноградная лоза». Закрытие года Греции в России запланировано на ноябрь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова